Ведущий научный сотрудник Добрый день, уважаемые слушатели и зрители! Я начну с того, что, признаюсь, не смею назвать сегодняшнюю нашу встречу какого-то рода лекции. Скорее, это беседа и размышления по окончании выставки. Я, честно вам скажу, признаюсь, что чувствую себя обездоленной, рассказывая о Петрове Водкине, не на экспозиции русского музея, не общаясь с живыми картинами, не ощущая всю цельность этого явления. А здесь, в этом современном телебункере, понимаете, с мертвящим цветом картинок. Но я все-таки надеюсь, что все, кто сегодня слушает и смотрит меня, они видели произведения Петрова Водкина. Они видели их воочию, живьем. И этот художник приковывал пристальное внимание, озадачивала. Вот наша задача, вот этой выставки, которая прошла в русском музее, к сожалению, не так долго, как нам бы хотелось, потому что очень жесткие выставочные планы у русского музея. И, может быть, это уже мое было личное пожелание. Выставка мне хотелось, мне мыслилась выставка более, скажем, многочисленной по составу и более разнообразной, но как финансовые, так и иные соображения не позволили это сделать. И вот, скажем, что касается меня, то после этой, в общем-то, достаточно большой, обширной выставки, у меня осталось ощущение послевкусия какого-то. И что это за послевкусие? Вот хочется поставить многоточие и сказать, надо продолжить дальше узнавать это явление Петрова Водкина. Это гений 20 века, это художник, который нельзя отнести ни к лагерю правых, ни к лагерю левых художников. Он слишком уникален, чтобы быть в контексте как бы одного направления, да, он сам по себе. Это явление совершенно уникальное. Я почему и говорю, что мне не хватает общения с живыми картинами, потому что когда приходилось и в одиночестве, когда мы делали экспозицию, выставки, потом со многими экскурсиями проходить по залу, у меня было ощущение вот единой связи, связи времен, связи искания, что каждая картина это и целый мир, как сам художник Петров Водкин говорил, что картина это целый мир. И одновременно, частично целого, это большой какой-то летописи о современной жизни, художественной летописи о современной жизни, об эпохе, о человеке, о самом Петрове Водкине. И не случайно, конечно, наши усилия были направлены на то, чтобы дополнить уже имеющуюся в Русском музее уникальную коллекцию произведений Кузьми Сергеевича Петрова Водкина. Это 76 живописных произведений и более 750 графических произведений. Что у нас осталось в составе выставки, это более 100 графических произведений и около 100 живописных. У нас, условно говоря, 210 произведений. Конечно же, первым делом мы привлекли работы из художественного и мемориального музея Петрова Водкина в Волынске. Потому что, когда изучаешь творчество Петра Водкина, все больше и больше приходишь к мысли, что душа его покоится в Волынске, и душа его творчества на родине, первых художественных впечатлений. И не случайно получилось так, что наша выставка фактически оголила экспозицию музеев Волынске. И в течение подготовки выставки мы постоянно общались с Валентиной Ивановной Бородиной, удивительным человеком, прекрасным специалистом, который, наверное, знает о Петрове Водкине всю. Знаете, он открылся действительно с разных сторон, как художник, который всегда был в развитии. И не случайно накануне состоявшейся выставки Петра Водкина мы в Русском музее подготовили выставку в круге Петра Водкина, где показали работу его ученику. И вот ученики часто цитировали слова Кузьмы Сергеевича о том, что художник должен меняться, он не должен стоять на месте. Потому что картина – это некий вывод из умозаключений, из представлений, из каких-то раздумий, эмоций. И художественные средства – это лишь язык, на который художник выражается. Почему я и говорю, что первое, что бросается в глаза, когда проходишь по выставке Петра Водкина, это ее единственная цельность удивительная совершенно. И, конечно, экспозиционно даже было очень сложно совместить эти разные этапы. И мало того, я могу сказать, что здесь есть определенные лакуны, потому что накануне выставки, например, возникла работа Мюнхенского периода, о которых я, например, признаюсь честно, Валентина Ивановна о ней знала хорошо, я не знала. Я даже удивилась, что мы не жили, это Петро Водкин. Петро Водкин, как оказалось. И то есть целый пласт, в силу того, что он самородок, он из простых, он с трудом познавал культурные ценности, он сам себя воспитал, так же, как и его современник Павел Николаевич Филонов. Он много работал, он много оставил после себя, далеко не все мы знаем. И вот это, конечно, обида, она у меня, например, усилилась именно после выставки Петро Водкина, понимаете? Потому что мы не могли привлечь в экспозицию целый ряд работ из региональных музеев бывших советских республик. Ну, о бывших советских республик вообще я даже не говорю. Есть работа в зарубежных коллекциях. Далеко не все частные владельцы готовы себя публиковать в таких выставках. Многие стремятся, а некоторые просто и не хотят. И, конечно, есть еще области, в которых можно ожидать открытия. Вот, например, для меня совершенно удивительное было... Вентин Ивановна Бородина знала, а я не знала открытие работы, которое хранится в одном из провинциальных музеев в Америке, в Городнице 22 года. Мало того, мы не смогли, конечно, показать и все обилие графического наследия Петра Водкина. Я повторяла и повторяю, всегда буду говорить о том, что в графике внимательному глазу зрителя индивидуальность художника, его темперамент, ход его мысли, она кроется яснее. Рисунки Петра Водкина великолепны. При этом, вы понимаете, удивительно, этот был потрясающий трудоголик. И, прежде чем создать законченное произведение, ему предстояло пройти многие этапы. Эти этапы разрабатывались в рисунках, в эскизах. И конечный результат не всегда даже было возможно предвидеть в начале. Он и для художника иногда даже был неожиданным. И все это открывается в графике. Но вот, с моей точки зрения, достаточно интересный ход, на который пошли организаторы выставки в Роском музее, это совместить его графику с живописью в одном выставочном пространстве, дабы зритель имел возможность провести аналогии и многое увидеть. В этой выставке, которая прошла, конечно, был и сделан определенный акцент. Это небольшое количество работ, но это крайне интересно для знатоков и любителей искусства. Это картины открытия, это недавно обретенная работа играющей мальчики 16-го года, распятие начала 20-х годов. Это портреты и работы, которые выставлялись на выставках малого масштаба, тематических, из частных собраний. Но в контексте большой выставки их не было. Это изгнание из рая, эскиз изгнания из рая. Это его символические работы. Это работы на сюжет греческой мифологии. Вот, скажем, интересно сейчас на экране, я просто остановлю ваше внимание, это работа. Опять-таки, недавно еще, вряд ли возможно было ее ввести в экспозицию. Я не видела выставки Петра Уоткина 16-го года в Русском музее, которая состоялась спустя, вот последняя была в 36-м году, и в 66-м спустя 30 лет. Конечно же, включение работ на религиозные темы было невозможно, недопустимо. А эта работа вообще показана впервые. Это распятие, распятие и собрание Русского музея. Как мне покажется удивительно, это отдел рисунка Русского музея. Много лет, 1910 год. Много лет она хранилась, это работа фонда, сейчас она увидела свет, и зрители увидели ее в контексте выставки. Поэтому, мне кажется, что, несмотря на все вот эти нюансы, мы не могли показать все, что хотелось бы, и, может быть, немножко остановитесь, пожалуйста, и хотелось бы, чтобы выставка представлялась еще более цельной и содержательной. Тем не менее, Петров Фоткин, как художник разный, как художник, в чем творчестве были различные этапы, пути сложения его индивидуального стиля здесь, очевидно, представлены. В этом смысле, мне кажется, выставка состоялась. С начала экспозиции – это были работы его периода ученичества. Я вкратце напомню вам, что Пузьмай Сергеевич родился в городе Волынске, на Волге, 250 километров от Саратова, и родился в очень простой семье. Отец его был сапожником, а мать была горничной в богатом купеческом доме. Тем не менее, знаете, из разряда самородков первые художественные впечатления природы Волынской, просторы необъятные, холмы высокие, и первые иконы, которые он увидел в руках у художника Филиппа Парфиловича, его любовь к чтению. Отец был неграмотным, мать владела грамотно и привима любовь Кузьмей Сергеевича к чтению. Поэтому, как он написал однажды, «Я был в юности одинокой, единственными моими друзьями были книги». Причем книги, он зачитывался произведением Льва Николаевича Толстого. И вообще, литература его увлекла с юности, так же, как и изобразительное искусство. И всем хорошо известно, что Петро Фоткин владел пером, и от него осталось достаточно обширное литературное наследие. Это и пьесы, это и художественная проза, это и мемуары, это и теоретические труды, которые он писал. Литература разного толка, это был, в первую очередь, Льв Николаевич Толстой, причем он читал иногда произведения такого сложного характера, как исследование догматического богословия. Попробуйте вы сейчас прочитать это произведение. Склонность к самосозерцанию, к размышлению. Знаете, вот в одном из ранних писем матери он написал, что видит смысл жизни в поисках истины, в поисках истины и правды. Он много размышлял над смыслом бытия, в чем вообще заключается смысл жизни. И все эти мысли, в общем, реализовались в его творчестве, они питали его творчество. Вот портрет матери из ранних. Это удивительная женщина. Когда читаешь письма Петра Угодкина к матери и обратно, то понимаешь, насколько были искренние и задушевные отношения, и какую действительно большую поддержку духовную он получал со стороны матери. В случае помог, как это нередко было в дореволюционной России, значит, сначала Петро Угодкин учился на курсах живописи и рисования в Самаре, в железнодорожное училище, как хотели родители, не поступил. Затем он вернулся в Волынск, и тут проездом был архитектор Роман Федорович Мельцер. Роман Федорович Мельцер, как, так сказать, по-настоящему был учитель. И, увидев талант этого юноши, он тут же предложил ему помощь в поступлении в Центральное училище технического рисования барона Штиглица. А помещица Юлия Казарина, она родственница ТОФ Регушинских, предложила помощь, пенсию, такой субсидии для поддержания Петра Угодкина во время учебы его в Петербурге, а потом оказалась и в Москве. Вот как раз эта работа, она такого студийного совершенно плана, она напоминает о тех годах учебы. Причем, знаете, Петров Угодкин окунулся в столичную среду. В Петербурге он коротко бывал еще, когда отец служил в армии, и они с матери приехали в Петербург и жили на Угоде. Воспоминания остались в автобиографических повестях Петрова Угодкина. Петров Угодкин погрузился в среду училища технического рисования, это немецкая система педагогики, обучение ремеслам, различным техникам. Ну, как и современники Петра Угодкина вспоминали, и уныло рисование с гипсов, упражнения в светотени. Скучно, рутинно. И подлинной школой Петрова Угодкина, конечно, достал Эрмитаж, как, впрочем, и его современника Павла Николаевича Фиурова, где он проводил часы, много копировал, изучал. Но если вспомнить даже нынешнюю коллекцию Эрмитажа, конечно, что же там, и итальянские ренессансы, и Леонардо да Винчи, и Рембрандт, и северный ренессанс, все это производило неизгладимое впечатление, и, можно сказать, по многому стало тем скелетом, на который были нанизаны все остальные влияния. Наверное, он так и остался классиком внутри себя, поэтому ему было проще логически выстроить свою линию в искусстве. Его душа стремилась к подлинному, свободному искусству. Он переезжает в Москву и поступает в московское училище «Жив-всего-яне-изучество», где учится в какой-то момент у Левитана, а в большей степени у Валентина Александровича Серова, которого он считал великолепным художником, огромной личностью, и Серова показала на Петро Водкина большое влияние. Он поддержал в нем уверенность в своем таланте и в своем предназначении. Вот перед нами картина, за которую она стала дипломной, за которую Петро Водкин получил большую серебряную медаль. Это семья Петро Водкина, здесь же и отец, и племянники, взятые на воспитание матери, которые составляли семью Петро Водкина. Вы же здесь видите четкое влияние, конечно, русской живописи того времени, ну и в первую очередь Серова. А мотивы пейзажей Петро Водкина, созданные в эти годы, они с очевидностью говорят и о левитановской грусти, вот такой нежности, поэтичности, и даже в мотивах есть близкое к северновским произведениям. Можно дальше. Вот этот удивительный, конечно, и тут на Волге, у Лодкина на Волге. По настроению. Вот это и с другой оперой, смотрите. Дальше. Во дворе. А это натурщица в мастерской Малитин Савыча Серова. Здесь аналогии совершенно очевидны. Дальше, пожалуйста. Ну, а это, даже забегая вперед, это уже не натурщица, это его жена, это иной период жизни. В промежутке, ну, состоялись такие образоемкие события, кроме окончания Московского училища живописи военния и зодчества, поездки. К поездкам Петро Волгин стремился всегда. И ему необходимы, для его творчества были необходимы новые впечатления. Он был в какой-то степени во время путешествий, он привел как свою склонность к авантюрам. Ему интересны были какие-то романтические приключения. И он описывает это в своих литературных произведениях, и там, схватки с какими-то разбойниками, и то, как он попал в волну, носящую его в середину океана, как он с трудом спасся. Потом стремление подняться к подножию вулкана Визурии. А позднее он остался в Крыму во время заземелепресения. Он говорил о том, что вот эта романтика этих событий опасных, она возбуждает, она пробуждает мысль, она пробуждает фантазию. Он к этому всегда стремился. И, конечно же, это был путь самообразования. Опять же, вспоминается Павел Николаевич Филонов, который совершил поездку тоже по святым землям в 1905 году, потом совершил пешие путешествия, фактически пешие путешествия по Европе и, добравшись до Италии, вернулся назад. Петров Воскин вместе со своим приятелем из московского училища вояния зодчества, накопивное количество денег, договорился с минерской фирмой о том, что он будет совершать поездку на велосипеде, тем самым рекламируя эту фирму. И целью его была знаменитая в то время школа Антона Ашбе в Мюнхене, куда он через некоторое время и пребывает, и там, так сказать, останавливается, посещает школу Антона Ашбе. И здесь, кстати, здесь именно в Германии, а не потом во Франции, он впервые знакомится с современным французским искусством. Но не будем забывать, что и искусство немецкого эссетизиона оказало на него, конечно, большое влияние. Вообще, вот говоря о влиянии, удивляюсь, сколько много мог вместить в себя Петров Воскин. И из многих слагаемых фактически создается его такой редкий, уникальный стиль. Классика – это понятно. И среди классиков есть определенные имена, которые для Петра Водкина были непререкаемыми авторитетами. Это Мазаччо, Джотто, Франжелика, Микеланджело, Леонардо да Вичи, Беллини, Джованни Беллини. От каждого, кажется, он взял все понемножку и все это перепылалил в своем едином цели – теле. В русском искусстве, конечно, иконы, иконописная традиция Дионисий, Рублев, а среди художников последующих веков Александр Иванов. И очень много пересечений. Удивительно даже, что художник и не скрывает подчас вот этих прямых заимствований от художников прежних эпох и других стран. Но он остается самим собой. Потому что он правильно считает, искусство – это форма выражения мыслей, идей, переживаний. Это не только изображение видимой природы или каких-то событий. И в этом смысле вот этому принципу остается верен навсегда. Это дает ему возможность, перешагивая те или иные влияния, увлечения, создавать нечто совершенно удивительное и уникальное. Много не знаем. Вот как упомянутый выше демон, который действительно для меня оказался неожиданностью, к сожалению, удалось показать эти работы, в том числе эскизы к бьесам дромтургическим, которые говорят о влиянии Глубеля, которые говорят о влиянии европейского символизма. Очень интересные были представлены, здесь как раз удалось благодаря частным владельцам собрать эскизы неосуществленного греческого панно. Мы показали небольшую работу «Орфей», а существует в Москве, как выяснилось уже после открытия выставки, большой вариант «Орфея», совершенно не похожий на то, что мы как бы привысли видеть у Петрова Водкина. Мы еще не знаем таких картин, как «Хаос» тоже в частном собрании, таких картин, как эскизы картины «Гибель», существует. Тоже далеко не все мы знаем. То есть, вот как раз из частного собрания «Орфей», наверное, тем, кто не столь широко знаком с творчеством Петрова Водкина, покажется эта работа неожиданная, но она совершенно в контексте целого этапа творчества Кузьмы Сергеевича Петрова Водкина. Возвращаясь к Мюнхену, зачем же все-таки Петрова Водкина был Мюнхен? Хотя у него были большие успехи в рисовании, ему, наверное, все-таки казалось, что его рисунок недостаточно крепок, конструктивен. Вот это стремление к какой-то четкости, к конструктивности, к какому-то выразительному луканизму, оно в нем было заложено изначально. И вот как раз после того, как он короткое время обучается в школе Антона Ашбе, рисунок восстановится крепким, уверенным, очень таким лаконичным, вместе с чрезвычайно выразительным. Затем поездка в Италию. В Италии после Эрмитажа, конечно, он мечтал. И здесь нельзя не говорить и о том, что наверняка он видел и мозаики, и раввенны, и о чем, кстати, напоминают некоторые его религиозные работы. И, конечно же, видел в Милане, о чем он вспоминал, «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которая для него была, ну, эталон картины как таковой, в принципе. И, конечно, Франжелька, а вот когда на некоторые работы Петра Уоткина смотришь, его какая-то удивительная, знаете, обобщенная вместе с тем, выразительная, елкая пластика, то вспоминаешь работы Доменька Герландаев. И в том числе вот этот цветовой аскетизм, который присущ работе цветовой, вместе с тем выразительный, аскетизм вместе с тем очень выразительный. Это настолько запоминается, вот это сравнение возникает, когда смотришь на работы Доменика Герландая. И вот эта вот скупость цветовая, которая будет присуща Петру Уоткину в расцвете его творчества уже в 10-е и начале 20-х годов, это все Италия возрождение. И затем следует поездка во Францию, он отправляется туда в 1906 году, возвращается в 1908 году. Можно сейчас пока остановиться. Поездка оказалась действительно очень полезной для Петра Уоткина во всех отношениях. В какой-то степени стимулировала его к этим поездкам, к этим новым впечатлениям Борисов Мусатов. Когда он учился в московском училище живописи вояне и изучества, то дружился с компанией московских саратовцев и примкнувшего к ним Бартироса Сарьяна. Компания московских саратовцев и питерских в том числе посещали Саратов, родной город, в летние месяцы. И там общались с Виктором Борисовым Мусатом, одним из лидеров русского символизма, удивительным художником, тонким поэтом. И вот, к слову сказать, картина у фонтана, которую едва ли мы видели в экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Они дали нам 9 работ, обголив тоже экспозицию, как и Клавынский музей. Она свидетельствует влияние Борисова Мусатова на Петра Водкина, отсюда его музыкальность, многих его вещей какая-то, знаете, таинственность, загадочность и музыкальность. И такой сложный поток ассоциаций, который возникает вокруг каждого образа. Это тоже, мне кажется, есть определенные связи с Борисовым Мусатовым. Он отправляется во Францию, поселяется на Монфармассе. Там снимает, погоните, погоните, и станет. Там останавливается в одном из частных пансионов. И вот вскоре дочь хозяйки пансиона, Мария Жозефина Иоанновича, становится женой Петра Водкина. Вот как раз вы видите ее портрет. Краски полотен Петра Водкина еще не сияют яркими красками. Ему еще надо было к этому подойти. И вот то, что он создает в 1907, 1908 и даже в 1906 году, свидетельствует о влиянии художников, французских художников, символистов, художников группы Наби. Конечно же, в первую очередь, перед Ашава, какой-то степени Гансмаре, и, наверное, все-таки и швейцарец Фердинанд Ходлер. Линия, силуэт, детали, композиционные решения, основные инструменты выразительности образа. Вместе с тем, во всех этих работах, очевидно, склонность художника к обобщению. Природа лишь толчок в создании образа, но не тот источник, который полностью поглощает живописца. Живопись — это не сюжет, это некий символ сложный, многогранный, который заключен в произведении. И это уже открывается в ранних работах Петра Уоткина. И то, что ему близки литературные интересы, то, что он стремился стать и драматургом, и литератором, так же сказывается на его пристрастии к символизму, и то, что именно символизм стал источником первых его творческих достижений, первых его творческих успехов. Он с успехом показывает свои работы на весеннем и осеннем салоне Парижа, в конце октября 2008 года он уже возвращается в Россию. Здесь замеченный критиком журнала «Аполлон», близким другом мир искусства, он достается организации его персональной выставки. Но в промежутке был еще один очень интересный эпизод его жизни. Это трехмесячная поездка в Африку, это Алжир и Тунис. И вот, когда в свое время на зарубежном планировали сделать выставку или сделали русские гогениты, вот в числе этих русских гогенитов вошли в том числе Петров Водкин, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, кто еще, честно скажу, не помню. И действительно, Африка его поразила. Во-первых, Африка поразила его особым светом, особым небом. Он пишет о том, какие там звезды, какое небо, которое как купола опрокидывается на тебя, какие там цвета, там поверхность предмета и там, скажем, человеческое тело, оно практически лишено оттенков полутеней. Это локальный чистый цвет. И получается, что вот Африка помогла расковать ему цвет. Хотя, казалось бы, его африканская серия очень интересная. она еще не столь интенсивна по цвету, она не столь, так сказать, кричащая вот в использовании локальных цветов, но это уже шаг вперед, это уже движение вперед. Несколько африканских его работ здесь на экране. И, к слову сказать, когда эти вещи африканского цикла были показаны на выставке в салоне журнала «Аполлой», они тоже произвели очень хорошее впечатление, хотя и там слышались упырки в сторону влияния Гогена. Петро Фоткин немного вспоминал, писал, и особенно в 30-е годы, когда ему приходилось оправдываться, он писал о том, что да, было влияние Матисса, было влияние Сезанна, даже Пикассо, а вот что касается Гогена, то тут вот как бы большие сомнения на этот счет. Но, и, кстати, вы сами наверняка, вот когда перед вами мелькали образы этих произведений, вы почувствовали, что они очень отличаются от гогеновских. Здесь больше простоты, какой-то ясности, какой-то нежности. у Гогена больше какой-то фантазийности, наверное, второго плана. При этом в своих воспоминаниях Петро Фоткин, как человек искренний, чувствующий, он пишет о том, какое впечатление удивительное произвели устои жизни вот этих, так называемых, с точки зрения европейцев, дикарей, как он восхищен тем, как они живут и как это лучше, чище, чем живем уже мы, как живем мы, цивилизованные люди. Поэтому вот поездка в Африку, она имеет двойной смысл. С одной стороны, он почувствовал, что есть чистый, звенящий, звучащий, вокальный цвет. С другой стороны, вот это вот мотив патриархальности, он звучит по многим произведениям, так сказать, в каком-то смысле, знаете, приверженность патриархальных устою жизни, звучит и в других его произведениях более позднего периода времени. Все это было так. По возвращении в России он поселяется в Петербурге. Вообще, Петербург пишет по-разному. Он пишет в письмах о грязных окраинах, о туманном сером городе, о суете какой-то бесконечной. Но вместе с тем его влечет этот образ загадочного города, напоенного каким-то признаками, призраками, видениями. Это римско-греческие архитектурный облик города Санкт-Петербурга. И хотя перед ним стоял выбор, он все-таки остановился на Петербурге. Отчасти, наверное, еще и потому, что там была поддержка его друга, архитектора Романа Мельцера. Он ведь привозит с собой еще и француженку и жену Марию Иванович, Марию Федоровну Петрову Водкину. И 200 с лишним работ поселяется на Каменно-островском проспекте и постоянно ищет работу. Поэтому вот я и говорю, вот еще один портрет совершенно другой стилистики, хотя в это же время у него есть работа совершенно другого плана. Следующий можно показать. Вот она. Вот она, еще одна. У них были удивительные отношения. Это тоже, так сказать, очень интересный, открывает грань личности Петрова Водкина. Он часто пишет о своем одиночестве, даже когда уже он не одинок, казалось бы, у него же есть жена, у него есть друзья, не мое дело, он пишет об одиночестве. И между Петровым Водкином и его женой складывались очень такие на первый взгляд странные отношения и теплые человеческие одновременно. Знаете, видимо, любому гению нужна не муза даже, скажем, тот, кто бы его поддерживал, кто восхищался, кто служил его целям. И он нашел того человека, который ему был нужен. Она еще по воспитанию своему была к этому весьма пригодна, поскольку обучалась она в пансионе при католическом монастыре. И, к слову сказать, это послужило поводом некоторых сложностей Петрова Водкина. Мать заставила их венчаться. Как там венчаться? Венчались они в Пловинске в 1910 году. Венчал православный священник. Это говорит о том, что, наверное, она либо приняла православие, либо как-то, так сказать, к этому отнеслась с пониманием. Священник не сразу соглашался и согласился лишь после того, как Петров Водкина обещал написать распятие. И вот, мальчик, который вы там видите, это один из эскизов к распятию. Само распятие не сохранились. Есть одна фотография. И там много перекличек с типами распятия в Северном Возрождении. И, кстати, все происходящее, то есть, крест возвышается над Хвалынскими холмами. Как многие сюжеты картин Петрова Водкина, они как бы борются над Хвалынскими холмами, так и распятый Христос в крестовозвиженской церкви, он борется над Хвалынскими холмами. Но роспись не сохранилась, как сказал он, только сохранились эскизы. Начало десятых годов это преддверие уже большого успеха от Ивана Сергеевича Петрова Водкина. Вот, кстати, из ранних работ это пейзажи. Работа «Берег» исполнена еще во Франции. К сожалению, не все работы серии «Колдуньи» были уничтожены и «Легия» и у нас, к сожалению, не получилось ее показать на выставке. Но среди крупных и значимых работ это «Берег» и «Сон» это работа символистского плана. Такие исполненные сложных ассоциативных ходов и загадочные и все попытки, конечно, разгадать этот сюжет, они провальные на самом деле, хотя, так сказать, еще критики-современники Петрова Водкина пытались это делать, но вот реакция Петрова Водкина была негативной. Вот этот воспринятый воспринятый в творчестве Леонардо да Винчи этот безмолвный разговор, ну и школа символизма, понимаете, где все на полунамеках, каких-то полутонах, на, так сказать, говорящих деталях, и все это, так сказать, на уровне догадок, все это абсолютно было тогда в арсенале изобразительных и содержательных средств Петрова Водкина. Следующий шаг к успеху, ну вот картина «Сон», я просто не буду говорить, верните, пожалуйста, не буду говорить о том, что она вызвала полемику, резкое неприятие таких столбов русского искусства, как Илья Ефимович Репин, защиту Бенуа, и действительно в один день, как говорит Петров Водкин, «Я стал знаменит», но вот тем не менее, не останавливаясь на достигнутом, он, используя уроки вот этого периода, символистского периода, уже двигался к новым пробежам, и, наверное, следующей такой яркой работой была картина «Играющие мальчики». «Играющие мальчики». «Современники», «Современники», много писали и наши «Современники». Вообще о Петру и Водкине писали много, обстоятельно, и поэтому трудно не повториться. «Матисс», «Матисс», «Танис». Уже к тому времени в частной коллекции, в Чукинской коллекции была работа «Матисса», и наверняка Петром Флоткин видел эту разрушку. Возможно, какие-то были встречи и пересечения еще во Франции. Трудно сказать. Но вот здесь, как и в других случаях, все перепуталось, все переплелось, все соединилось в какой-то новый кристалл. С одной стороны, вот этот цветовой экстремизм матиссовский, да, это ритмика, вразительная ритмика. А с этой стороны собственный стиль Петра Флоткина, которым уже проглядывает влияние, усилившееся влияние русской иконописи и русской фрески. И отчасти еще и потому, что мы не будем забывать об этом еще недавно говорили крайне мало и так вскользь, потому что много работал для церквей. Один из ранних опытов это были росписи вместе с Уткиным и Кузнецовым в Казанской церкви в Саратове, но они были выполнены по недолжным канонам и последствия были уничтожены чем позднее, они не были приняты цензурой. Затем работы в храме Василия Златоверхова в Уручье это как раз фреска убийства кайна магия. И вот здесь совершенно очевидно влияние конечно этой темы этой сюжета и самого пластического решения, потому что в руке мальчика, который на экране у вас слева, он держит камень. Хотя впоследствии в 30-е годы, когда Петров Коткин встречался с учениками, любителями искусства и такие были организованы творческие самоотчеты, творческие встречи с художником, он говорил о том, что здесь речь идет как бы реквием на смерть Серова и Врубеля, любимых учителей, размышления о смысле жизни, в основе конечно библейский сюжет, это совершенно очевидно. Причем уже здесь можно говорить о том, что Петров Коткин весьма вольно обращался с библейскими и евангельскими сюжетами, и он как-то есть даже упоминание в одном из писем, ему трудно, он пытался, одно из первых произведений его это икона, и на него произведение, на его еще детское впечатление детское сознание произвели впечатление старообрядческие, особенно новгородские иконы, красочности, яркости, выразительности, но вот иконы как таковые, канонического плана, иконы писать не могут, в нем все-таки слишком силен стремление выразить свое, свое понимание жизни, свое понимание веры, свое понимание Бога, и поэтому все, что он делает, это делает в контексте веры, но по-своему, и вот это уже сказалось буквально в работах десятых годов. Следующая минута. Вслед за играющими мальчиками, вот здесь тоже такая загадочная вещь, она открылась накануне выставки, это, заказная работа по заказу князя Шикматова-Ширицкого, председателя палестинского общества, эти сведения мне предоставила Валентина Ивановна Бородина, загадочная работа и эти три мальчика, и ангелы на другой стороне, и как их расшифровать трудно, но она написана в самый разгар Первой мировой войны, накануне призыва Петрова Боткина в армию, правда, его не мобилизовали, но вместе тем в событии войны он переживал трудно и очень болезненно, и вот тут только догадываться, что это, о чем это, три ангела, три сущности Бога, три мальчика, причем в подтверждении подлинности мы встречаем эти работы мы встречаем в рисунках как из собрания Русского музея, так и из частной коллекции. Возможно, эти отроки стоят у печи огненной, есть вот евангельская притча о отроках, которых отправили печь огненной ангелы, их чудом оттуда живыми вызволило. только догадки, только догадки на том, что это сложный, так сказать, ход ассоциации, то, что эта вещь неоднозначная, непонятная, она долго не была на поверхности. Вообще, 16-й год, 16-й год был годом для Петра Уоткина очень трудным, как он писал. 16-й и 26-й год стали для меня сложным временем. Что, почему? Война, призыв на воинскую службу, неудачи, в том числе вот в этом же году он пишет картину купающейся мальчику в 16-м году, и она была уничтожена автором. Это сохранилось, наверное, в силу того, что это заказная работа, может быть, он и не считал ее уж прямо совсем неудачной. Вы знаете, еще один момент, на котором хотелось бы остановиться, и который обывательское сознание часто этот вопрос задает. А почему так много обнаженных мальчиков? Кстати, мы пропустили «Знание Израиля». А почему так много «Знание Израиля» 11-го года? Это картина, но фактически одновременно играющими мальчиками Петрова Готкина упрекали в том, что немножко подражал Мазачи в картине «Сон» в лице Рафаэля к использованию традиций. Почему он так часто обращался к фигуру мальчиков? Во-первых, это находит объяснение в текстах самого Петрова Готкина, который пишет о том, что мужское тело выразительнее, пластически выразительнее, и меняющееся мужское тело, и мужское мужское тело, оно интереснее с точки зрения инструмента выражения каких-то мыслей и чувств. И, кроме того, есть работы, например, «Мальчики на берегу». Понимаете, это буквально какой-то их нет здесь в изобразительном ряду, я говорю, что Петрова Готкина еще будет открываться и далее. Вы знаете, какие-то вариации на тему Александра Иванова, его этюдов к явлению Христа народа. И даже сброшенная одежда на каменистом берегу, это Александр Иванов. И для того, ведь он ищет фигуру этих хрупких юношей выражения каких-то мыслей, эмоций, чувств, поэтому для него они и в струмельность, а не подтверждение того, что у Петрова Готкина есть какие-то симпатии в эту сторону. Можно следующую работу? Тема, связанная с классикой классицизма, она это Бак-Ханка, и какие-то фрагменты пейзажей, которые часто запоминаются у нас в главном плане картинно и как раннего, так высокого, так и позднего возрождения. Вещь, может быть, не самая выдающаяся из тех, что сонгл Петрова Готкина, тем не менее, вот она ярко свидетельство о каких-то пройденных этапах. Следующий, пожалуйста. «Купание красного коня». Это из разряда шедевров, которые связывают с именем автора. Как мы говорим, «Малевич» – это черный квадрат, хотя, «Малевич» – не только черный квадрат, а Петров квадрат, «Малевич» – это купание красного коня. Эта вещь взорвала художественный мир Петербурга, а потом и Москвы. Это было показано на выставке «Мир искусства». Как я сказала, художник стал членом этого объединения. И вот здесь тоже показательный. С одной стороны, это в основе натурные тюды, завесовки, купания коней на Волге. С другой стороны, это явно перепички с образом святого Георгия в иконах. Позднее современники припишут этому красному коню предчувствия революционных периодов. Можно и не исключить эту ситуацию, хотя бы потому, что параллельно практически в эти же годы видение «Отсадника на красном коне» фигурирует в отчестве Павла Николаевича Феулова, который делал эту выставку. Там есть работа, она раньше называлась просто композиция «Отсадником», а потом уже нашли авторское название «Россия после 1905 года». Она практически одновременно. Образ скачущего «Отсадника». Как-то мы сейчас действительно забыли о том, что Россия жила в какой-то ситуации брожения, ожидания грядущих перемен. революции революции эти все бунты 1905 года, сейчас мы уже о них практически не вспоминаем. Плюс еще философские всякие течения этого времени, которые были взбудоражены всеми этими событиями. Коль мальчик и двоюродный брат Шура они позировали для этой работы, но она приобрела совершенно оторванный от реальной жизни смысл. Это реальность, которая переходит в мгновение вечности. Идет нарешенная композиция, то есть сам «Садник», сидящий на красном коне, красный цвет, красный цвет, кумачевый цвет, киновый сияющий, он останавливает свои движения. И динамик мы ощущаем скорее в том, что происходит на заднем плане. Вот эта статическая динамика, казалось бы, две позиции несовместимых, они уживаются в произведении Петра Готкина, отсюда производят редкостный эффект. Кроме всего, композиционное решение, оно весьма своеобразное и выразительное, то есть конь с садником приближенный к поверхности холста. Вот это красное пятно, этот садник, они как будто взлетают, но там вырушиваются на тебе. Этот прием масштабного показа изображения, он часто военуется Петра Готкина, и здесь же уже появляется его так называемая наклонная висферическая перспектива, она появляется еще в играющих мальчиках 11-го года. Этому явлению можно дать несколько объяснений. С одной стороны, 20-й век творческой среде это век увлечения всякого рода науками открытий, науками оптики, астрономии, физики, всплеск технических достижений, это уже полеты самолетов, это уже способность видеть мир с высоты птичьего полета, это уже кинематограф, и все вот эти слагаемые, они производят конечно влияние на эволюцию тех средств, которые используют художники в своих картинах. Синическая перспектива, это и связь каких-то научных знаний, которым прикоснулся так или иначе Петру Фоткин, может иногда как и дилетант, большой любитель этих научных знаний, и то, что его собственный эмпирический опыт, когда он падал с Волынского холма, то он ощутил мир в единстве, как космос, а себя мельчайший, но неделимый от космоса частиц, и вот ощущение слистности и представление о соразмерности макрокосмоса и микрокосмоса, оно ощутимо во всех картинах Петра у Водкина включает самые казалось бы такие жанровые и сюжетные. Ну, о купании красного коня писали много, самые вдохновенные строки я вот до сих пор читаю с удивлением, с удовольствием, написал Дмитрий Владимирович Соробьянов еще в 1973 году после долгого молчания, до этого писал Владимир Иванович Костин, и вообще писали много, и правильно, но вот до сих пор эта картина вдохновляет, восторгает, заставляет волноваться и в какой-то степени вы остаетесь в недоумении. Что же художник все-таки хотел сказать? Вот эта недосказанность какая-то, она присутствует также везде во всех картинах Петра Уолкина. Дальше. Ну вот в дополнение как же сказано, да, причем, знаете, я сама себе нередко задавала вопрос насколько вот интересно, что он подчеркнул от раннего возрождения, раннего разрождения итальянское и Сейвана оно предпочтительнее в списке его влияний. Что же он подчеркнул? Вот он прекрасно владеет рисунком, он знает анатомию. Если другие художники могли изобразить плод, так чувствуешь ее живую плод, здесь она в разряду какой-то невесомости, понимаете, и реальности переходит. И это тоже усиливает ощущение какого-то запечатленного мгновения вечности от картин Петрова Уолкина. Эта картина юность она фактически одновременно и знание из рая и Бакханки. Из неизвестных, хотя вещь опубликована сейчас есть и в интернете публикация Валентина Ивановна Бородиной. Это работает с частного собрания «Христос сеятель». Это эскиз надгробия 2014-2015 год. Эскиз надгробия, я бы сейчас не вспомнил, фабрикант, надгробия на Литранском кладбище в Москве. Дело в том, что не все то, что делал Петров Уоткин для храмов было осуществлено. И много есть композиций, рисунков, но, к сожалению, все нам показать не удалось. где Петров Уоткин прямой обращается к евангельским сюжетам. И въезд Христа в Иерусалим, и вот это появилось, есть подготовительный рисунок в космосе, и вот эта фигура Христа Хейтель очень корреспондирует с той работой, но я говорю, что они остались неосуществленными. Следующий. А? Кронштадтский. А, Кронштадтский, да. Вот, к сожалению, удалось только воспроизведение показать в каталоге, и мы даже фотографии не положили в витрину, недавно расчищенные росписи в Никольском морском соборе Кронштадте. Это композиция Благовещения, она располагается на двух колоннах перед апсидой в храме. Благовещение образ Богоматери, который запечатлен на этой восписи, он потом переходит тип Богородицы и лицо, потом повторяется в другой известной работе Петра Водкина в шедевре художника Богоматери Веления Злогосердинцев. Эту работу для Кронштадтского собора Петров Водкин закончил в 1913 году. Многие годы, как вы знаете, Матросский клуб, потом музей морской славы, и сколько-то лет спустя росписи выполнены в нео-бизантийском стиле. Я говорю, что еще намного предстоит открытий, потому что Петров Водкин зарабатывает деньги на жизнь, он, как правило, роскошно он никогда не жил, мало того, он взял на себя обязательство помогать семье, матери и отцу и своим племянникам, и, кроме того, построил там мастерскую, Хвалынский назвал его красовинкой, не говоря о новом доме для родителей, поэтому он много работал, и делал росписи в особняках, делал работы для храмов, еще, я думаю, что мы еще откроем. Далее. Тема материнства, тема материнства одна из таких важных и едва ли не главной темы творчества Петра Уловкина, образ женщины, слитый с образом богоматери. Опять-таки, вот ощущение перехода конкретного явления в нечто неприходящее и вечное. Это мать, картина 1913 года. На заднем плане все те же Хвалынский холны. Это тот мир, в котором все происходит. Мысленно фантазия Петра Уловкина все происходящее в основном помещает просторы хвалынских холмов. Изначально существуют эскизы, рисунки, это реальная женщина, но в конечном итоге это собирательный образ. Причем здесь ощущаются Есть традиции русской живописи, венецианская традиция, жанра на поле, где тоже есть художные чувства, изображая реальную женщину, не суетность происходящую, но вечность, повторяемость. Существуют варианты. Это работа из Третьяковской галереи. Это работа чуть более поздняя, из Русского музея. Работал художник долго, кропотливо. И вы знаете, когда смотришь на подготовительные рисунки, в том числе к образам матери, матери Богородицы, видишь, как постепенно очищается от каких-то ненужных подробностей, каких-то отвлекающих деталей. Знаете, примерно так, как рождал образы Александра Иванова для «Явления Христа на руку», когда он собирал несколько портретов реальных людей. И суммарный образ, возникающий в результате, определял собой нечто общее, вселенское и неприходящее, некий типаж. Много наработок, много переделок. Но при этом, когда смотришь целый ряд произведений Петра Уготкина, убеждаюсь в том, в той связи, в которой какие-то есть константные образы. Вы знаете, как есть, например, песни, есть какие-то повторяющиеся предложения, так есть у Петра Уготкина некие уже найденные типажи, какие-то детали, какие-то ракурсы, которые переходят из одной композиции в другую. В том числе, как он долго искал позу младенца. Она такая, несколько неудобная, даже чуть-чуть вывернутая, понимаете. Вместе с тем, вот, есть спокойствие и напряжение, статика и динамика. Вот эти два, эти моменты, когда они сталкиваются в картинах Петра Уготкина, они подают им какую-то особую живость и вот впечатляют, особо впечатляют, воздействуют на зрительское восприятие. Дальше. Богородица «Умиление злых сердец». Работа 14-15 года. Ну, те, кто знает каноны церковные, и знает канонический тип иконы «Умиление злых сердец», то поймут, что здесь с каноном большие расправления. Практически это новый образ. И ближе даже к иконе знания, о том, как она держит руки, в эти годы появляется вот этот второй астральный план, намечен синей краской, где сущностью, знаете, как житие от рождения Иисуса Христа до его мучений на кресте за человечество. Это образ дней и тихой грусть, и какая-то спокойная уверенность, и какое-то удивительное сияние. Вообще, вот, особенно работы этого времени, этого периода, они удивительно светоносны. В этом смысле, вот, в них какой-то неземной свет присутствует. Как этого добивается художник сложно? Ведь если сравнить его живописные какие-то приемы, то они близки к тому, к чему стремился, например, Казимир Сибиринович Малевич в своих супраматизмах. Или как он работает, вспоминаешь Павла Николаевича Филонова, который там каждый сантиметр живописи проработал, там каждая черточка прилажена одной к другой, и его картина тоже светится, это удивительно совершенно. Источник вдохновения Петрова Уоткина, я думаю, несколько иной, это все-таки икона. Икону начали заново открывать, как источник вдохновения, в том числе и художники русского вангана. А он к ней приглядывался. Он много от них заимствовал, в том числе и от русских футуристов. Потому что краски это еще не цель, это вроде как аксиума, да? Можно взять киновое и вытянуть из нее, не знаю, 200 оттенков, понимаете, разными способами. Можно написать, как он учил учеников, сложное задание, стационарное желтое, сделайте так, чтобы вы изобразили белое. То есть от соотношения цветов, от крыломления света, от фактуры, от цветной подложки. Но, правда, один из учеников сказал, а он так, наверное, секрета нам и до конца и не раскрыл. Скорее всего, там цветные подложки под верхний слой живописи, которые создают такое особое свечение. И то, что он смотрел у древних иконописцев. Возьмите, вот храмовые иногородские иконы, которые еще на большом количестве представлены в Ногородском музее. Там весь амангар присутствует с его минимализмом. Понимаете? Как из белого, сколько можно из белой краски вытянуть, а сколько можно оттенков красного. А как можно форму лаконично. Ведь древнерусский художник делает сначала прорисовывал, потом дает общий тон, потом дает второй тон, а потом оживки и пробила. И, в общем-то, вот этот принцип оживки и пробила, который создаёт свечение, внутреннее свечение образа, созданного древним иконописцем. Этот приём очень хорошо усвоил Кузьма Сергеевича Петрович Водкина. И поэтому вот его работа масштабная при всей ее неканоничности у меня есть какое-то ощущение действительно вечности, святости, непогрешенности. Удивительная вещь. Дальше. Ну, тут немножко ватрия получается. Когда я говорила о том, что некоторые тут, скажем, слагаемые композиционного решения тех или иных картин, они переходят в другие композиции, где-то повторы какие-то. Композиционные и пластические цветовые решения. Это жаждачий воин. Более позднего времени купания красного коня 12-го года. Это жаждачий воин 12-го года. Ну, соответственно, опять-таки, он резонирует тем событиям, которые происходили вокруг. Поэтому уже не мой смысл. Картина «На линии огня» 16-го года. Тот самый трагический 16-й год, который Петро Футкин называл одним из самых неудачных периодов в своей жизни. Большое полотно, исполненное чувство патриотизма, одновременно многократно лугаемое полотно. Вот как раз этого самого патриотизма и, скажем, нужного настроя решительного в борьбе против врагов как раз зрители и критики в ней не увидели. Единственным защитником оказался Леонид Андреев. Они были дружны с ним. Писатель, известный писатель Леонид Андреев. Он написал о том, что это удивительная вещь. Кстати, позировал для фигуры прапорщика, умирающего прапорщика, тот же Шула, что и из купания красного коня «Боевый брат». Он говорил о том, что это святая смерть. И это удивительно совершенно. Человек еще жив, он фактически смотрит в окружающий мир, но уже он оторвался от земли, он воспаряет небеса. Это ощущение воспарения, оно действительно присутствует благодаря вот этой так называемой сферической перспективе, которая уносит главный персонаж куда-то в небесные мысли. Опять же таки все это происходит на фоне наших любимых и им любимых бесконечно Хвалдинских холмов. Можно? Возвращаясь к женским образом, есть картина, которую мы не взяли на выставку, поскольку уж совсем не могли оголять. Это «Девушки на Волге», а вот есть чуть более позднее «Утро купальщицы» 19-го года. Вот в этот период 15-го года Петро Фоткин по поводу себя замечает, что он вышел какой-то на новый этап творчества. Он ближе к реальности. Ближе к реальности, но тем не менее, вот эта реальность, которая всегда поверяется какими-то канонами вечности, какими-то символами вечности. И даже здесь, так сказать, обычная сцена купания на лоб, и она нас адресует каким-то высоким образцам. Мне почему даже поза вот этой юной матери, как у Дачаевой, напоминает Господи, рождение Венеры. Кто у нас? Потечение. Вот, потечение. Рождение Венеры, потечение. То есть все равно вот в каких-то... То есть настолько святое отношение к каким-то устоям жизни, к каким-то категориям человеческого существования, что оно всегда поверяется каким-то образами святости, понимаете, оторванными от реальной суетной жизни. И вот еще, что удивительно, еще в 15-16 году критики пишут, что Алик Петров-Волкин считает себя реалистом, позднее, уже в 30-е годы, он тоже скажет, да, я художник реалист, но я не тот реалист, натуралист, который собирает все, что он и видит, на холст. Живопись – это осмысленная реальность, это пережитая реальность, это, так сказать, сумма представлений о ней и никоим образом. Вот это настоящий реализм. Это был уже в той эпохе, когда он выступает против натурализма в искусстве. Социализм для него равно натурализму, который никому не нужен. Дальше. Что касается, да, еще в разговоре о трехцветке. Опять-таки, вот в этих самоотчетах и спорах, как только говорят о Петрову Готкине, то обязательно вспоминают трехцветку. А что такое трехцветка? Три основных цвета – красный, синий и желтый. Этими цветами пользовались древние иконописцы. Они на всех фресках древних. Это три основных цвета, от смешения которых все цветовое многообразие возникает. Вместе с тем каждый цвет имеет свои свойства. Понимаете? И свойства эти можно изучить. Для этого существует наука. Не случайно Петров Готкин пишет, что тут еще на революции этого в 12-м году он наступает с докладом под названием «Наука и видит», где научные знания перетекают, скажем, в творческий процесс. Ведь наблюдательные художники сейчас представляют себе, что, скажем, каждый цвет даже имеет наиболее органичную для него форму. Кстати, об этом писал Василь Васильевич Кандинский в своем трактате о выполненном искусстве. И, к слову сказать, Петров Готкин слушал этот доклад на Всероссийском съезде. И художник с большим интересом. И даже наше готовое сознание улавливает. Возьмите красный такой кумачевый, как мы говорим, киноварный цвет. Он ведь расширяет форму. Он немножко стирает границы. Я, кстати, специально надела платье красное для этого. Значит, белый тем более. А вот синий, он какой-то, знаете, такой, он конструктивный. Я сейчас боюсь соврать, но вот сколько мне помнится, по-моему, Кандинский писал, что вот эта острая треугольная форма, она более соответствует глубокому синему цвету. Понимаете, к художникам приходит понимание, что живопись это не только малярное мастерство, это еще и наука. Она требует познания, она требует мастерства, она требует знаний каких-то законов. И на этом основана и педагогическая система Петрова, где он начал преподавать ранее, еще в 90-е годы, а в начале 900-х годов, потому что надо было на что-то жить, а с 910-го года он уже регулярно преподавал. Сначала в частной студии Званцевой, а затем в Академии художеств, куда он был приглашен студентами в качестве профессора и до 1932-го года, когда он уже не смог просто по болезням заниматься педагогикой. И вот эта сумма знаний и то, что он увлекался островами, он был членом французского астрономического общества. Все не случайно. Опять-таки, вот скорость говоря о влиянии футуризма. Футуристы, исходя из открытий научных знаний, они говорят о том, что наше представление о мире, запечатленное на картине, необъективно, потому что нет такой глядящейся статики. Если изображать реальность достоверно, то нужно изображать ее с разных точек, протяженность мгновения, протяженность мгновения. И чтобы уловить эту динамику, Петров Откин не стал как футуриста, повторять очертания фигур, предметов и описать несколько раз повторенные колесо движений, он просто изобрел наклонные вертикали, которые давали возможность ощутить вот эту динамику происходящую. Не ту статика, которая отношение к жизни не верна. Это даже на фотографические портреты тоже не видят, хотя там какая-то доли секунды, но за доли секунды наша поза, мимика, она меняется. Поиски объективности какой-то они затронули Кузьма Сергеевича Петрова Откина. Вернемся к шедевру художника предыдущего Петроградская Мадонна. Есть повод, просто вокруг нее есть некая история интересная. Эта работа вообще она называлась и называется Петроград «Петроградская Петроградская» «Петроградская» революция. И он принимал активно занимался общественной работой, он был комиссией Горького по защите и охране памятников, он был советом деятелей искусств, так сказать, и в период становления так называемого Министерства искусств, когда случилась Октябрьская революция, то несмотря на некие недоумения, интеллигенция тоже восприняла это, так сказать, как продолжение февральской революции. А вот когда уже начался Красный Петроградский Готкин неплусмысленно пишет своей матери о том, что перемены нужны, он мечтает о лучшем будущем своего народа, но не ценой трагедии, не ценой убийства, не ценой крови, не ценой террора. Картина написана в 20-м году, а в 19-м году его, сажают правда на сутки в отличие от революционного разумника и плохо, его быстро удалось вытащить с гороховой улицы. Но тем не менее в сознание уже это засело, понимаете, неприятие того слоя общества новым государством, которое возникает. Может быть, отчасти с послой и примирилась реальность его путешествия в Новгород с учениками Чупятом и Глубятником. В 20-м году он едет в Новгород. Вообще он постоянно ездит по России, он очень любит Новгород, он любит Псковскую, Губернию, он обожает окрестности реки Шелонь, Ферапонтово. В 16-м году после того, как он сделал заказную работу на играющие мальчики с 16-го года, он едет вместе со своим зимней гонкой к художникам Александром Савином и Ферапонтовым, где изучают риски. И итог, конечно, огромное влияние иконы. И вот такой зашифрованный символизм. Световая выразительность и какая-то загадочность и возвышенность. это проникает органично и соединяется с какими-то новейшими влияниями, которые, конечно, вокруг Петра Водкина были. И, конечно, он неминуемо к ним прикасался. Дальше, пожалуйста. В портретном жанре Петров Водкин был не в меньшей степени символизм, не в меньшей степени монументалистов, нежели других своих произведений. Вот я как бы подвожу к тому, что все, что он создавал, это в монументальном роде, в монументальном стиле. Это, так сказать, емкое по содержанию и выразительное маконичное по форме. Прием монументализма органически входит и в жанр Патрии, портрета, который, конечно же, Петров не любил, он писал много портретов людей, которые его окружаются, и современников. Он очень много написал собственных автопортретов. Иногда это зрители озадачивали, как живописных, а графических, наверное, еще больше. Наверное, десятки автопортретов. Вот один из них может быть самый известный это более поздний, в 20-х годах, а самый известный это автопортрет 18-го года. Как правило, большей части очень важная роль играет в портрете задний план, редко бывает такой, знаете, астральный написанный, несколько разбеленный в гостуде. синяя краска, как она называется? Ультрамарин. Здесь даже такое ощущение, что как крест за головой Кузьмы Сергеевича Петрова Волкина. Образ волевого, сильного человека, уверенного в себе. Таким предстает Петров Волкин в этом автопортре. Действительно, 18-й год становится для него каким-то очень важным этапом. Он ощущает свою нужность, свою востребованность. Он разрабатывает педагогическую систему, много выступает публично. У него много творческих замыслов. Хотя вот в том, что происходит, он не может как разобраться. Мы же об этом говорили. И, к слову сказать, будучи из старообрядческого города, из старообрядческой семьи, он не очень часто жаловал своим посещением церкви и храмы. А вот как раз после 18-го года он подходит достаточно часто. И пишет о том, что вот сейчас как раз настало время для того, чтобы действительно обращение к вере, настоящего, подлинного, неукавого обращения к вере. он пишет портреты масштабные и изобретает какой-то удивительный прием. Они такое впечатление, что приближаются максимально. Это более поздно, 28-го года работает портрет 18-летней девушки, которая здесь выглядит несколько старше. Портрет поэта Волошина. Портреты, которые написаны таким образом, словно помещены на холсте таким образом, что как будто им тесно в рамках холста. И благодаря этому приему ощущение, что он приближен к вам, он готов с вами заговорить, он всем своим внутренним смыслом можно сказать выплескивается на вас. Это удивительное совершенно ощущение. При этом они соблюдают все строгие экономно монументального стиля. Достаточно вспомнить даже это достаточно интимный портрет, написанный во Франции портрет и более век был. Можно следующее? Когда Петро Уводкин здесь более поздний портрет на заднем плане, в таком синеватом фоне, образ недавно родившейся долгожданной дочери Елены в 1922 году. Когда говорят о том, откуда же, Петро Уводкин позаимствовал этот прием масштабных портретов и передал эти приемы своим ученикам. Кто-то подозревал, что там идиное его знакомство с работой японского художника Хиросиги. А Петро Уводкин отрицал, он говорил, что нет, меня научил этого Валентина Александрович Севуф научить. Таким масштабным портретом. Дальше кто-нибудь работа, написанная во Франции. Как сложилась жизнь Петро Уводкина? 18-й год при всей сложности отношения к тому, что произошло, Петро Уводкин активно преподает, он вливается в общественную жизнь, он становится востребованным. В 22-м году рождается дочь Елена. После рождения дочери Мария Федоровна осложняется ситуация с разговором и ей нужно лечение. В 24-м году Петро Уводкин отправляется командировку во Францию от Академии художеств. Но, к слову сказать, подобного рода командировки тогда многие организовывали с одной стороны вести на дистанции то, что происходило внутри страны было бы виднее, а с другой стороны с некоторой мыслью о том, чтобы остаться. Была ли такая мысль Петрова Уводкина возможна и была, потому что ехал он через Ригу потом уже на корабле из Риги во Францию и остановился у своего ученика Бога Романовича Скуллы. из некоторых писем явствует, что была мысль о том, чтобы не вернуться. И когда он оказывается во Франции, он пытается какую-то создать школу, в которой он передавал свои навыки, мастерства. Но вскоре появляется вот этот опубликованный во многих изданиях интервью в газете «Неверия Лендерер» французской, в которой он говорит, я русский патриот, и мне надо быть со своим народом». Вот как найти тому объяснение, я думаю, что находясь на той вершине, на которой он себя ощущал, и будучи художником почвенным, скажем так, да, ведь это привязано к национальным кормям, художником, который, ну, как он сказал, да, сейчас есть определенные трудности, но кто, если не мы, кто если не я, и он вернулся. Вернулся, квартира была занята, видимо, его же не очень ждали, он живет какое-то время Шувалова, цикл работ, который был представлен тоже на выставке, шуваловские, живописные, графические произведения, много он сделал и во Франции, очень интересно, и не все сейчас мы представили, и много его просто и не могли показать, и много осталось там, как вы понимаете. 26-й год, 26-й год, так же, как 16-й год, Петров Фоткин почему-то называют таким же сложным и трудным. Я думаю, что, потому что здесь был переходный момент, когда он возвращается, во-первых, свое положение в Академии находит прошатнувшимся, уже он не ведет основной курс на отделение декоративно-монументальной живописи, там уже идет поток, и через него проходят многие, но уже такого единения, такой, знаете, батыри итальянский, как было изначально в Академии художества, это были его ученики, уже нет. И, конечно же, имею в виду политические изменения, когда ситуация сложилась таким образом, что либо ты делаешь то, что от тебя просит, либо ты не востребован. Вот здесь проблема выбора. 26-й год. Можно там работать? Вернемся еще. Ага, да, 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 давайте вернемся. Хочется вернуться вот к этой работе. Значит, после боя. Значит, картина написана написана по заказу, сцена воспоминания о гибели бойца. И есть заметки в материалах Петра Уготлина, пишет о том, как он долго искал типаж, как он долго искал типаж этой картине. И вот мне хотелось бы, чтобы вы вернули сейчас картину «На линии огня» 16-го года. Во-первых, вот эта фигура центральная фигура прапорщика, да, вы ее увидите в той же позе, только одетого в кожаный буршлаг в картине, на заднем плане, в этом астральном фоне, в картине, в картине после боя. Еще один момент очень интересный. Понимаете, такое впечатление, что художник ищет какой-то компромисс, понимаете, как быть, что делать. Потому что на самом деле вот вера, 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 это, так сказать, один из тех стержней, на котором вера и служение, нравственное служение, это тот стержень, на котором зиждется основа творчества Петра Уготлина. Как отразить новое время, но не погрешив против правды, истины и добра. И вот эти новые герои, они, по сути, свои, как бы, он хочет, чтобы они были связаны с прошлым, с какими-то нравственными идеалами. И не случайно вот эти три товарища, сидящие вокруг стола, вспоминающие погибшего бойца, как труп за святой. А этот погибший комиссар, кожанки, вы понимаете, тут можно с кем угодно сравнивать, и с образом святого Себастьяна, и со святыми и мучниками, и так далее. Он хотел, пытался, как у него получилось, это другой вопрос, какие-то нравственные принципы, идеалы, воспеть в образах нового времени. получалось иногда, иногда не получалось. И вот эта религиозная подоплека, как ты не говоришь о Петрове, она сохраняется, она сохраняется даже в поздних его работах, даже в такой отрицаемой и ругаемой вещи, как последняя его крупная картина «Новоседие». И точно так же, как, скажем, «Смерть комиссара», ну уж классика из классики, кто не знает, у нас в учебнике воспроизводилась смерть комиссара. На самом деле, ведь умный, внимательный критик заметил, что здесь речь идет не только о конкретном комиссаре, о конкретном событии, где-нибудь там на полях вокруг Питера или иного города, а это пьета, это значит смерть, жертвенная смерть за какие-то идеалы, за какие-то высокие нравственные ценности, понимаете, а композиционно здесь есть подоплека, здесь есть перепевы с классическими образцами живописи, и это бросилось в глаза, поэтому современники этой картины как бы так бойценно к ней относились на самом деле. Можно? А вот самая непонятная когда работа, 25-й год, опять-таки, разве что домыслилось. Называется фантазией. Очень много названо, потому что зачем говорить в лоб, зачем лучше набег. Умный услышит и поймет, и увидит. Красный конь, красный конь, какая связь с его купанием красного коня, это вещь не столь масштабная по размерам, как купание красного коня, но не менее значимая. Все это происходит на фоне хвалынских холмов, красный конь, он всадник в таком крестьянском одеянии босой, едва ли он держит коня за усы, он наглядывается назад, и его бег устремляется неизвестно куда, а всадник испуган. Подтекст этой композиции, ну, его можно как угодно так давать, 25-й год, трудное переходное время, куда он возвратился, зачем, куда стремится этот всадник. И опять-таки какой-нибудь красный, похоже, что есть какие-то аналогии с апокалиптическим конюнглером, поэтому разгадка остается за пределами картины, и в этом смысле все, что делает Петро Фоткин, оно причем к нам, к нашему сознанию, к нашим чувствам, к нашим переживаниям. Можно дальше? 26-й год рабочими, он пишет о том, что он ищет новый типаж, он ищет образ нового героя. Первоначально эта картина называлась дискуссия, а ведь на самом деле, на самом деле здесь такие физиономии, что вряд ли они вызовут у вас хоть какую-либо симпатию, понимаете? И я сама себе задавала вопрос, а почему вот такое происходит? А потому что внутри душе Петра Уоткина внутренний разлад. Он не принимает того, что происходит. Это при всем при том, что бывшие искусники называют Петра Уоткина деревенским философом, нашим пролеткультом, и что да, вот он продался большевистской советской власти, но понимаете, есть какие-то категории, которые не зависят от политического строя. И Петра Уоткина это понимает и таким образом притворил свои картины. Они теперь все имеют какой-то двойной смысл. В каждом умности какой-то подтекст. Понимаете? Опять-таки почему-то вспоминаешь, что да, вот он гулял по Эрмитажу, сматривался, в том числе блудного сына Рейнбрандта. Знаете, один художник мне сказал, а ты посмотри на эту пятку. И в этой пятке блудного сына, обнаженной пятке, там есть все боль. Боль, раскаяние, стыд. И вот при всей иногда внешней какой-то такой, знаете, тиражной типажности поздних образов Петра Володкина, даже лубочных есть такие говорящие детали, которые вот этот подтекст вам открывают. Эта картина из музея политической истории, она называется «Первая демонстрация». рабочий петрократ и первая демонстрация. Действительно, здесь есть некое ощущение, но какое-то присутствие, какой-то лугленности, знаете, такой неправильно понятый иногда народности, но когда начинаешь взглядом скользить по фрагментам изображения, то уже первое впечатление уходит на второй план. И вот когда Петро Водкин, да, вот он такой, вот он слишком подстроился к новой власти, а Борис Михайлович Кустодия, который, кстати, и называл Петро Водкина пролиткультом, написал картину «Демонстрация на площади Уридского», где, извините, образы очень схожи с тем, что изображает в это время на картинах, даже позднее, позднее, Борис Михайлович Кустодия раньше изображает на своих картинах Петро Водкина. Поэтому жить в обществе и быть свободным от общества, к сожалению, нельзя, не получается. И особенно в тех случаях, когда художник хочет служить своим искусством. Вот это вот, понимаете, идущая еще от передвижников проблема служения искусством, Петро Водкина в это свято верил, она в какой-то степени создавала для него огромные трудности в творчестве и в его личной жизни. Можно даже. тревога. Петроград в девятнадцатом году это период о самой Людейщине. Но картина написана поездом в 34-м году. Хотя замысел родился гораздо раньше. Есть эскизы, рисунки и вот можно проследить развитие этого замысла. Но я вот тут тоже долго думала. потому что уже не как современников Петро Водкина считает, что даже в 34-35-й год это же ощущение всеобщей тревоги, такой панического страха и почти животного какого-то. Оно присутствовало в обществе, в атмосфере, в обществе. И когда Петро Водкина значит он очень глобко пытался лавировать, уходить от ответа. Где-то что-то вымарвало в своей биографии, где-то что-то по-другому по-крестьянски хитро интерпретировало. Когда ему задали вопрос о тревоге, он сказал, я хотел в более общем масштабе показать вот это ощущение тревоги. Потому что да, конкретизировано время это девятнадцатый год. На самом деле это уже тридцатый год. Это уже тридцатый год. Можно даже? Я как-то вскоре сказала о том, что Петров Водкин очень любил какие-то экстремальные ситуации. Мне кажется, они его даже в какой-то степени стимулировали творчество и вдохновляли. Отдыхая в Крыму это был двадцать седьмой по-моему год, он ощутил землетрясение и все семейство собралось уже и если что-то должно случиться, случится. Как можно пропустить такое явление как землетрясение? Надо это все увидеть. Он запечатлял в картине землетрясение в Крыму. вот это ощущение трагедии, реакция, концептная реакция чувств, переживаний, эмоций людей. Господи, кого же мне это очень напоминает? Испомним последний день победы Карла Приложина. Причем вот это даже фигура женская на первом плане, при всем том, что все разные, но по ощущению это глобальные ощущения глобальности катастрофы, то, что мы беззащитны перед этим миром, то, что мы частицами мироздания, это все есть. И интересна, конечно, реакция людей, если она представлена в таких образах типа жар. Мы проникнули геяльный портрет Анна Древна Ахматовой 22-го года, если можно его вернуть на минуточку, потому что так немножко отбивчиво, но вы знаете, один из лучших портретов вообще в творчестве Петра Уоткина, именно в это время, вскоре после написания этого портрета, она написала очерк о нем, она работала над книгой о Петре Уоткине. сестра Уоткина училась в академии художеств как раз в это время и была знакома хорошо с Петром Уоткиным. Она пишет о том, что Петро Уоткин художник вселенского масштаба. Портреты, которые он пишет, они устремлены в вечность. И здесь очень велика традиция Египта. видимо, имела в виду поимский портрет. Кстати, поимский портрет тоже можно упрекнуть в том, что здесь такие крупномасштабные лица. И Византия. И все, что пишет Петро Уоткин, это некий род иконы, символа. И действительно, когда говорят о портрете Анны Андреевны Ахматовой, то говорят, что здесь она представлена как муза, как символ поэзии. И действительно, это ощутимо. Отбросит случайные черты, и получается лик времени. И все, что создает Петров Уоткин, она говорит, что это лики, это иконы, иконы своего времени. Вот. Картина картина, о которой много спорили, и картина, в которой такая сложная судьба, и собрание Третьяковской галереи, на бассейне, посвящена событиям 22-го года, в том числе и Петрограде, когда производилось массовое выселение буржуев из барских квартир, сиялся рабочий класс. И вот предстоящая выставка индустрии социализма предоставила Петрову Уоткину запас на такую силу. Причем, видимо, так полагалось, что здесь будет живописными средствами взрываться конфликт старых классов и новых классов. На что Петров Уоткин как бы не пошел. Картира называется «Новоселье». То есть событие-то уже совершилось. И рабочий класс заселился в просто дворянский особняк. Вообще это квартира на дворцовой набегу с видом на Петропавлове. И здесь вы видите и в интерьерах и старинную живопись, и видите след от иконы и какие-то образы созданные художниками западноевропейской живописи, я бы все гадал и гадал. Мы похожи на святого Себастьяна, но сказать точно я не могу. вот и здесь тоже как вы понимаете немой происходит разговор. Немой разговор и вот ваш взгляд скользит скользит по этой картине и останавливается на деталях. Вот эта центральная фигура сидящего мужчина белой рубахи демоническим дьявольским лицом. Эти страшные не лица, а скорее знаете просто иногда и ружья, которые художник изображает. Здесь знаете не пародия, а какой-то достаточно злой гротеск присутствует. Петро Волхин владел мастерством гротеска еще в ранние годы парижского учеба он прекрасно эти приемы демонстрировал. И вот эта вся чужеродность этих людей, совмещение с окружающей обстановкой, эта груда грязной посуды, которая отражается в зеркале за спиной персонажей, это пустевшая рама, где была икона. И вот я не знаю моей догадки, но там выйдет стекло в окне и там вроде как очертание иконы. взяли икону закрыли дыбу в окне. Вот эта нелепость всего происходящего. Понимаете? И какова здесь сюжетная завязка? Ну вот понимаете, неоднозначная, неоднозначная, но большой симпатии к тому, что происходит, не испытываешь это явно. При этом композиционно явно опять отнести нужно это все к классическим образцам. Где-то подоплеки Леонарда подавинчи с его тайной вечерей и тайной вечерей за столом и персонажи вокруг и безмодный разговор, говорил Петро Ходкин. Вот этот безмодный разговор, который как в пятке глудного сына, понимаете, в деталях открывается и ты ощущаешь, что что-то происходит явно не то. но видите, не только не смог перехитрить жюри Петро Ходкин и вот это такое неоткрытое, но уловимое негативное отношение к происходящему это жюри ощутило и картину не приняло на выставку. Это в общем подорвало какие-то душевные силы Кузьмы Сергеевича и Петро Ходкина, тем более, что в жюри был Игорь Муновин Горобаль, с кем он был дружен еще в эпоху мира искусства. Жизнь сложилась сложно, трудно, тяжело. Во-первых, в 28-м году по возвращении из Франции Петров Ходкин заболел, заболел туберкурием. К сожалению, эта болезнь оказалась характерной для многих, кто родом с морских регионов и кто оказался в нашем гневом Петербурге. туберкулез, который, к сожалению, невозможно было лечить, хотя за него очень хлопотали. Кстати, одним из тех, кто очень хлопотал о Петре Ходкине был Казимир Северинович Комолевич. Он писал телеграммы, писал письма, вообще они сталкивались даже не столько враждовая, сколько работали над педагогической системой в Академии Художеств весьма креативно. И он и радовал за Петра Ходкина, но и санаторий, и крыль, и лечение не дали должных результатов. Но Петра Ходкина работал, как пишет в своей книге воспоминания, жена работала до последнего. Даже когда у него была температура 39, он вставал к холсту и работал, потому что в этом он видел единственный смысл своей жизни. Он очень много создал за эти годы, при этом даже выставка наша, можно в последний зал, если можно, там часть много создал произведений, в том числе и произведений исполненных оптимизмом. Вот несмотря на все то, что происходило внутри него самого и происходило в обществе. И несмотря на эту тяжкую болезнь. К сожалению, не все работы позднего периода удалось взять на выставку из таких радостных и оптимистичных, это, конечно, весна 35-го года, тоже многократно она и прорабатывалась в эскизах, в рисунках, в журнальных иллюстрациях. Вот такая вещь. Есть рисунок у Абрага, который лег в основу композиции этой картины. Вот при всем том, они исполнены надеждой. Все эти образы исполнены надеждой. И вот мы завершили выставку, хотя кронологически, наверное, это было не совсем правильно, картины Петра Уоткина полдень. Она написана в 17-м году. И, собственно говоря, она связана с эпизодом смерти его отца. Отец умер у Петра Уоткина на руках в полдень. Его хоронили, как описывает Петров Уоткин, в солнечный день. Все сияло. Как будто солнце ласкало отца. И вот спустя некоторое время все те чувства, которые переживал Петру Уоткин, он изобразил на холсте. Это, собственно говоря, эпоса жизни. Жизни, смерти, труде. В чем, так сказать, смысл вообще человеческой жизни. И все это на фоне хвалынского пейзажа. А на первом плане хвалынские яблоки, как сказал Галентина Иванова, там много яблок, это вообще яблочный город, яблоко это вообще любимый предмет. Это натюрмортов Петра Уоткина, один из влюбленных предметов Петра Уоткина. Это как житийная икона. Как житийная икона. И чем еще для нас цена картина, что здесь суммарный образ всего того, что волновало, вдохновляло, становилось источником творческих дерзновений Кузьми Сергеевича Петрова Уоткина, философа, теоретика, писателя, педагога и удивительного гения XX века. Вы знаете, конечно же, какие-то эпизоды, к сожалению, не удалось на них остановиться, я промелькнула, но я буду куранее вам признательна, если вы мне зададите вопросы, я стараюсь на них ответить. Потому что, как я сказала, лекции после того, как ты уже 25 раз и более того повторила одно и то же, лекции из себя я уже не смогла. Но какие-то свои основные впечатления, выводы, наверное, еще что-то я не забыла. Мне хотелось передать вам с вами поделиться. Многие услышат вопросы, конечно. Спасибо большое. Вопросов очень много и в чате, и, наверное, уже у зрителей или готовы. Поэтому я во-первых, передаю вам привет из Саратова. Это первое. Во-вторых, я всем любящим Петра Готкина сообщаю, что конференция у Монезина Городиной в ближайшее время состоится. Обо всем можно узнать на сайте Саратовского Родичьевского музея. Из вопросов, самые популярные частые вопросы о соотношении Петербург и Ленин. И второй вопрос из Саранска. Единственное ли изображение Пушкина, которое существует на выставке? На выставке единственное. Начну со второго. На выставке единственное. Мы взяли изображение Пушкина из музея, литературного музея Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Над темой Пушкинской темой Петров Пушкин работал в поздние годы, одновременно с работой над портретом Владимира Чаленина, который находится в картинной великолепии в Армении в Ереване. Вступил туда, кстати, в 1939 году еще, что характерно. Пушкин считал личностью близкой ему подруги. И с нудой не бойбой, и страдания, не поисками, и недооцененностью в какой-то степени, и очень интересовал его. Вообще, он вращался в кругу писателей, особенно последние годы, в большинстве писателей, философов, и много размышлял над вообще природой и творчеством. К сожалению, есть рисунки очень интересные к портрету Пушкина, но они у нас, к сожалению, отсутствуют. есть эскизы к спектаклям Пушкинским, но мы тоже, смотри, по-моему, единицы, да, показатели? Камера. Да. Борис Годунов мы только показали, да? Только Борис Годунов. Потому что театральный, область театра тоже очень интересна в Петрову Водки. Я даже не говорю о журнале, книжной графике. Это осталось вне пределов выставки. И образ Пушкина присутствовал на полном портрете писателей. Такой был группа писателей, скажем так, разных времен и эпох, но любимых Петрова Водкина, которые он, как выяснилось, не уничтожил, но записал. Вот я открываю секрет сотрудников Новосибирской картинной галереи, вот оказалось, что последняя, одна из последних работ Петрова Водкина колхозница на озере Ильми, значит, у него поездка была 36-й год, 36-й год новгородская поездка последняя, потом это уже был поломкий. Под ней групповой портрет русских писателей. Но это будет открытием Новосибирского музея в будущем, я так думаю. Что-то не понравилось Петру Водкину, но он говорит, что Пушкин, иллюстрации к его литературным произведениям, к его спектаклям, к его спектаклям, это была сфера интересов Петра Водкина. Одновременно он работал над к портретам Ленина. Можно его найти в альфоне и можно даже воспроизвести на экране. Вообще, я сама себе задала вопрос, еще в юности участвует в университете, что же сказали, он такой, почему он такой, почему автор до сих пор еще жив. Ну, что там в 1939 году он оказался в Армении, при всем при том, что в основе натурные зарисовки, ведь Петров Водкин был один из немногих, кто был допущен к гробу Ленина в 1924 году, до поездки за границу, он успел еще порисовать Ленину гробу. Есть рисунки, есть подготовительные, а ведь образ настолько противоречивый, понимаете, то есть с одной стороны вы видите там такой, знаете, белые рубашки, откровенно мунгалоидный тип такого, знаете, Чингисхана 20-го века, а с другой стороны интеллигента, интеллигентно, интеллигента с такими аристократическими руками и открытая перед ним книга песни Александра Сергеевича Пушкина, там, значит, песни южных славян, то есть он для себя не мог понять, что же такое наш вождь, то ли он оказался поевожденным в этой ситуации и, как говорится, окружение его заставило, то ли он действительно был испородочем Лесханова, знаете, это такая зловещая тень, падающая от его фигуры на заднем плане, здесь все говорит в деталях, понимаете, здесь остается недоумевать, во-первых, здесь для человека зрящего абсолютно очевидное отношение к вождю пролетариата самого Петра Водкина, а с другой стороны непонятно, как после такой работы он продолжал благополучно работать и еще писать какие-то картины, и его нельзя. Может быть, знаете, как высказалась Елена Николаевна Селезарова, покойная, это была Наталья Михайловна Козырева, помню, в 1975 году, когда мы сделали нашу первую выставку советская женщина строительница коммунизма, и так были работы Петра Водкина, которому не очень-то приветствовали экспозиции, постоянные экспозиции русского музея. Она остановилась у этой работы, там была Андрея Ахматова и девушка вкушения, я как сейчас помню, да, он вовремя умер, неизвестно, что вы с ним сделали, понимаете, и вот эту фразу я помню всю жизнь, 1975 год. Спасибо большое, значит, еще еще несколько сообщений, сейчас записываю, каталог Петра Водкина нашего музея, он вы здесь вот на выходе мы специально для вас доставили, его можно приобрести и ходить туда в главных зданий. Кому дать? Да, скажите, пожалуйста, наверное, так слышно, чтобы вас слышали и так, что вы говорили. Скажите, пожалуйста, что касается портрета от Вели, обращено ли внимание на то, что раскрытой является первая песня южных славян? А текст ее очень страшный. Просто ужасный, когда читаешь, который может свидетельствовать о жутком совершенном состоянии человека, который обладает властью. стратегически страшный. страшный. Да, вы знаете, я тоже обратила на это внимание, но просто, так сказать, то же самое, что в картине Новоселье, вот такие говорящие детали, понимаете, это действительно страшно. и то, что происходило в душе Петра Угодкина, нам кажется, строителям выставки, что мы даже как выставки не смогли продемонстрировать. Там одна маленькая работа висела рядом с отсеком с графикой и небольшими портретами. Она называется «Трамвай» из собрания Государства Третьяковской галереи. Если бы не знать, что это выставка Петра Угодкина, вы бы сказали, что это Павел Николаевич Филонов с его устрашающими образами, знаете, такие монстры, не лица, а монстры, чудовища. Это, знаете, что вот возрастающее зло. Я бы сама, вот когда нам прислали эти опции изображения этих работ, которые могут выглядеть на выставке, я сама удивилась. Вот то, что происходило там, но он, будучи человеком сильным, гласным и по-крестьянски хитроватым, пытался вот немножко, так знаете, руками. Но он понимал, что, так сказать, кто-то его поймет и кто-то прочтет то, что он хотел сказать, но не мог откровенно об этом заявить. Знаете, такие вот, такие детали, они встречаются во многих поздних работах. Это видно, это ощущение внутренней разлом, внутренней разлом. И я могу сказать, что, когда я еще в преддверии выставки давала интервью Экву Москвы, я говорила о трагедии вечности. и один посетитель выставки, видимо, слушать и ранее в Москве, мне написал, что же вы и страдали, если Петра Водкина это делаете. Он из заслужения деятели искусства. И первый председатель Ленинградского сайта художников. И его не посадили, не расстреляли. Ну, был эпизод в 19-м, Слава Богу, с помощью Максима Горького его выслали. Ну, трагедия не только в том, что ты, скажем, репрессирован, что тебя уничтожают, а в том, что ты все время должен заставлять себе делать то, что тебе противоестественно, понимаете, не можешь высказаться напрямую. Для дворца художника, который тем более, вот он действительно считал, а в этом пишет в письме к жене, но только что он женился, еще они новобрачные, да, в 1906-1907 год, о том, что цель его жизни это служение искусству, служение истине, истине и добра. Ну, как в этом случае жизни, и как говорить, Монтану всем сейчас уже прекрасно известен, он до конца стал целирующим человеком. Это первый председатель Ленинградского Совета Художников. Поэтому, когда он выступал на своих самоотчетах, которые, кстати, вот он в шутку где-то назвал, самоистязанием, это сохранилось в документах. Он вынужден был забывать, что в нем в друзьях был роман мельцем того времени не глинировал уже давно, да, своих меценатов, он не упоминал какие-то вещи на религиозные темы. Это было еще совсем недавно. Вы знаете, я располкнулась с тем, вот работая в архиве в архиве литературе и искусств в Петрограде, в Петербурге, материалы издательства художника РСФСР. Они издавали книгу из серии «Народная библиотека» о Петро и Лудке. И вот автор, он хороший милец поставил, было сказано так, изъять из книги произведение на религиозные темы. Это 70-е годы. Это 70-е годы. Понимаете? То есть, вот поэтому, когда мы начинали с вами встречу, могу сказать, что еще Петров-Откин когда это? Это не пушка, а вот вся махина и все то огромное наследие, которое нам оставил, очень неоднозначное, трудное, сложное, гениальное. Оно еще, как говорится, будет открыто. Спасибо. Я еще проанонсирую через день, послезавтра, продолжение разговора о Петрову Лудкину с Натальей Михайловной Козыревой, которая здесь сегодня присутствует. Он будет посвящен графике. И там, наверное, что-то еще будет. Еще часть Петрова Лудкина будет видеть на ней. Очень безобразно. На выставке была представлена двусторонняя картина. С одной стороны три лица, с другой стороны из границы было повешено одной стороны. И там рамка еще рамка, да, как бы тоже как это и это же динок покажите, что Петрову Лудкин обращал внимание на раму. Сам что-то согласовал? Вы знаете, что касается работа, это работа из частного собрания. Работа двухсторонней, причем формат одной работы вертикальной, а другой горизонтальной. И когда у нас всего ряда причин, Третьяковка раньше запросила нас купание красного коня, портрет жены, нам пришлось заменить вот такие вещи, но зато появился красный ангел, работа одновременно играющим мальчиком. И решили перевернуть другой стороной, потому что нам показалось любопытным представить другого Петра Лудкина. одно дело, когда рядом с большой законченной картиной из частного собрания знаний Израиля Сит и Скиф, такой немножко более такой рыхлый, немножко более такой фактурный, несколько приблизительный. И вот эти три головы, которые явно предшествуют какой-то росписи на евангельские темы, и совершенно неизвестные зрителю. Мы не могли, как вы понимаете, из частного собрания работают разделить нагли и повесить деревья. А что касается рамы, я предполагаю, что это не авторская рама. Я думаю, что это, поскольку работа из частного собрания, московского, то это уже более хозяев. А оборотную сторону нельзя посмотреть? У вас нету фотографии? Вы знаете, в каталоге там и лицо, и оборот. Сапографированный представлен. Каталог, который продавался и сейчас продается, вы можете и увидите и ту, и другую сторону. Потому что обратите внимание, вы специально к этому стремитесь. Мы пишем не каталог, а ремонт. Потому что некоторые музеи нам безвозмездно предоставили слайды для изданий, чтобы мы хотя бы в издании показали работу. Например, Алмата, тот же Ереван, Матьханту, Мансийск, еще целый от музеев. Мы очень неблагодарны, потому что без этого издание было бы, как нам кажется, неполным. А еще такой вопрос. Он подписывает картины, очень разные у него, подписи свои, или с чем-то тоже связаны? Ну, видите, когда он был на Франции, он латиницей подписывал. Обычно это инициалы, которое в ранние годы еще не выработал подпись. Многие художники меняли подпись. Некоторые картины вообще не подписывал. Это уже по прихоти автора. Спасибо еще раз. Я думаю, еще раз поблагодарю. И на этом один большой подарок, который сказал в музее, мы хотим сказать, во-первых, поблагодарить Николаю за выставку, в первую очередь, что действительно ее давно ждали. И мы сделали фотозапись, у нас появился виртуальный тур, и сегодня вечером он будет запущен. Вы сможете еще раз пройти по залу на этой выставке и насладиться произведением Петрова Водкина. Спасибо большое.